Наш музей был основан в 1995 году. Экспозиции музея находятся в трех комнатах. В этой комнате находятся две экспозиции. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, и экспозиция, посвященная истории совхоза. В экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне находятся стенды, планшеты, очень много альбомов, исследовательских работ, которые писали учащиеся. Здесь также есть награды участников войны, которые нам передали их родственники. Здесь находятся награды Лященко Александра Павловича, Осичкина Павла Кригорьевича, Горбанева Федосея Иосифовича. Собраны также военные реликвии. Мы знаем поименно всех солдат, ушедших на фронт, вернувшихся с фронта и погибших там. Ребята ежегодно участвуют в районных краеведческих конференциях, пишут исследовательские работы и выступают с этими работами, становятся победителями и занимают призовые места. Следующая экспозиция – это история совхоза. В этой экспозиции представлено очень много материала, посвященной истории нашего хозяйства. На территории нашего совхоза раньше существовало несколько колхозов, и у нас в музее находятся уникальные документы. Это государственный акт на вечное пользование землей и колхозами. Мы находимся в экспозиции «Деревенский быт». Наше село было основано во второй половине 19 века. На макете, сделанном учащимися нашей школы, представлено наше село именно в самом начале его основания. В этой экспозиции находится очень много предметов, которые были подарены жителями нашего села. В нашем музее находится сервис 19 века, который был подарен дочерью Осичкиной Марии Родионовны, а та получила его от своей матери. Вот этот плетень был сделан моим отцом. Этажерку, стол и тумбочку для нашего музея подарила директор нашей школы, мудрая Валентина Филипповна. Вышитые покрывала и наволочки для подушки, а также занавески на окна подарила также наша учительница Корякина Галина Петровна. В экспозиции «История школы» находится много материала, посвященной истории нашей школы. Очень много материала по пионерской атрибутике. Здесь есть и вымпелы, и горн, и барабан. Стенд, посвященный отличникам народного просвещения. На нем наши учителя, которые удостоены этого высокого звания. Много лет назад учащиеся нашей школы изучали машиноведение. По окончании школы получали удостоверение от тракториста-машиниста. Проходили практику в совхозе и уборочные звенья. Работали на уборке урожая. Учащиеся работали на комбайнах, тракторах и получали практические навыки. А лучше получали вот такие вымпелы. К юбилею школы нашими выпускниками и учителями были сделаны альбомы о каждом из выпусков нашей средней школы. В этих альбомах находятся фотографии, списки учащихся, очень много рисунков ребят и их биография после школы.